В этом году призывная комиссия пройдет с 1 ноября по 31 декабря. Призывная кампания 2023 года набирает обороты. Расскажите, чем она отличается от призывной кампании прошлого года? Да, действительно, призывная комиссия у нас начинается с 1 ноября по 31 декабря. Принципиальных отличий этой призывной кампании никаких нет. Срок призыва, предоставление отсрочек, освобождение от призыва. Все как по действующему законодательству, без каких-либо изменений. Расскажите, сколько призывников отправится на службу? Если исходя из прошлогоднего периода, прошлогодней призывной кампании, количество призывников существенно не поменялось, наряд на военный комиссариат, точную дату сказать не могу, но если брать в общем, то процентов на 3-5 будет побольше призывников в этой призывной кампании. Как обстоят дела со здоровьем призывников? Что об этом говорят специалисты? Ребята и моральные, и физически готовы к службе в вооруженных силах, единственное, вызывает очень большую озабоченность, это состояние зрения призывников наших, поэтому мы же с вами понимаем, что гаджеты очень сильно влияют, поэтому ребята физически очень здоровые, выносливые, но, к сожалению, по зрению не пойдут в те части, которые они хотят идти, в спецназ, в воздушно-десантные войска, но в любом случае мы всегда идем навстречу призывникам, учитываем их пожелания, Ну, что хотелось подчеркнуть, что самое главное, это в первую очередь состояние здоровья призывников. Пока врачи не вынесут решение о годности его к военной службе, призывать на службу мы, к сожалению, не можем. В какие ряды войск попадут новобранцы? Учитываете ли вы их пожелания? География службы у нас от Калининграда до Владивостока, все виды родовойск, ВМФ, ВДВ, военно-космические силы, сухопутные, ракетные войска стратегического значения, в общем, по всей стране, тут все зависит от образования призывника, от его категории годности, даже и пожелания, от его профессии, какую он получил. Сегодня у нас ребята хотят вместе уйти одной компанией, с кем росли во дворе, конечно, мы пойдем именно навстречу, и я думаю, что учтем все их пожелания. Когда на окружной пункт сбора отправится первая команда призывников, готовы ли к их встрече, какие там условия? Окружной сборный пункт у нас расположен на базе регионального центра военно-патриотического воспитания «Авангард» в городе Ноябрьск. В общем, все условия, какие необходимо, созданы. Это комфортное проживание в казармах, это трехразовое горячее питание у ребят будет, это спортзал, с ними уже запланирована культурно-досуговая работа на весь период призыва. Очень хорошие там у них будут условия. Родители и большие мамы переживают за своих детей. Расскажите, не отправятся ли новобранцы в зону СВО? Хочу особо подчеркнуть, что и в прошлом году, и в этом руководство Министерства обороны заявило, что ни один призывник по призыву в зону СВО не пойдут. И те ребята, у которых заканчивается срок службы по призыву, вовремя будут уволены и прибудут места постоянного проживания.